Всем привет, ребята! Вы на канале Пелис, и сегодня у нас творческая видюшечка, которая посвящена антистрессам. Я сегодня буду делать целых три антистресса для моей коллекции и вместе с вами, а также проведу подробный обзор на всю свою коллекцию. Ну что ж, надеюсь, вам было нравиться это видео, устраивайтесь поудобнее, и давайте начинать! Итак, какие же антистрессы я сегодня буду делать? Вот такие вот. У меня есть уже готовые эскизы антистрессов. Я сегодня сделаю логотип ВК, логотип Телеграма и логотип Лайка. Вот такие вот антистрессы у меня сегодня будут. Ну, а первым делом их надо раскрасить. Для этого я беру свои любимые ломики, которыми я буду сейчас раскрашивать. Так, для Лайка нам понадобится черный, розовый, для Телеграма голубой и для ВК синий. Вот такие вот цвета нам сегодня понадобятся. Ну что ж, начинаем раскрашивать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вот так вот у меня получилось. Мне кажется, очень даже неплохо. Так, ну что ж, у нас остались две соцсети. Какую следующую раскрасить? Телеграм или ВК? Давайте, наверное, Телеграм. Вот. Будем раскрашивать Телеграм. Берем голубой и опять же черный, потому что черным будем контур обводить. Ну что ж, поехали. Ну что ж, вот такой вот у нас знак Телеграма. Телеграма и остался только ВК. И будем уже приступать к созданию антистрессов. Итак, ну что ж, вот что у нас получилось. Лайк, Телеграм и ВК. Что мы теперь делаем? Теперь, ребят, смотрите. Нам теперь нужно вырезать весь логотип, но не весь, потому что вот эта вот часть, она должна быть не вырезанная, потому что мы туда будем впихать наполнители. Вот. Вырезаем весь логотип, и мы его потом будем склеивать. А для того, чтобы нам все это повернуть, нам понадобится маленький скотч, широкий скотч и вата. Но можно, если у вас есть, использовать синтепон. Так антистресс будет намного мягче. Ну что ж, давайте, наверное, начнем со значка ВК, раз уж он уже у меня в руках. Сейчас я вырежу и все вам объясню, чтобы вам было понятно. А то вам, наверное, с первых моих слов не совсем было понятно. Сейчас я вырежу, и вы все поймете. Так, все готово. Вот так вот должно, ребята, у вас получиться. И вот так вот должно быть. Вот эта часть у нас остается не вырезанная. И очень повезло, что мы начали с квадрата. Так будет намного проще. Теперь берем, получается, широкий скотч. И сейчас нам надо весь этот логотип обклеить скотчем с двух сторон. А маленьким скотчем мы будем заклеивать вот эту вот невырезанную часть. Надеюсь, вы все поняли. Сейчас я все сделаю, и вам уже покажу, как я буду заполнять антистресс. Итак, ребят, я уже вот эту вот часть вырезала. И теперь она у нас в антистрессе вот такая вот открытая. Сейчас я сюда напихаю ваты и заклею. И получится у нас классный антистресс ВК. Остальные антистрессы я вам не буду показывать, как делать. Потому что на примере одного антистресса хватит. Нам еще нужно, чтобы нашего видео хватило на подробный обзор антистрессов. Так что только один покажу вам, как делать. И, ребята, посмотрите, что получилось. Я все уже сделала, все обклеила, вату добавила. Конечно, вроде бы маловато, вот этот окол свободен, конечно. Ну да ладно, главное, чтобы получилось очень хорошо. Класс. Вообще так жмякаешь. И звук приятный. И настроение поднимает. Супер, мне очень нравится. Ну, а сейчас буду делать антистрессы лайка и телеграма. Вернусь к вам, когда все сделаю. И приступим к подробному обзору моих всех антистрессов. Ребята, я доделала антистрессы. И я уже приготовилась вам показывать свою полную коллекцию антистрессов. Ну что ж, давайте приступим и начнем, я думаю, с самого первого. Легендарная кнопочка подписаться. Ребята, ну это просто база. Тынькаем на кнопочку подписаться. И получается, вы подписаны. А если нажать на колокольчик, то вам придет уведомление о том, что у меня на канале вышел новый ролик. Мне очень сильно нравится эта кнопочка. Она вообще такая классная. Очень сильно ее хотела сделать. И вот это самый-самый первый антистресс, который я сделала. Вот такой вот она получилась. Очень классный. У меня как раз была такая задумка с обратной стороны сделать вы подписаны. Очень классная. Ну и, конечно же, какая кнопочка подписаться без лайкосика. Вот такой вот лайкосик получился. Тоже я рисунок брала с интернета. Палец он вот так вот гнется. Если перевернуть, то будет, конечно, дизлайк. Но дизлайки нам не надо. Нам надо только лайки. Кликаем на лайк. И это означает, что вам понравилось видео. Очень крутой антистресс. Так, ну и следующее. Это опять же соцсеть логотип Ютуба. Вот так вот. Я его сделала после как раз таки лайка и кнопочки подписаться. Неплохо вышло. Ой, я еще тут тонким фломастером раскрашивала. Сколько на это времени у меня ушло, непонятно. Ну, в общем, мне понравилось, что получилось. Очень классно жмякается. Очень хорошо. Вообще как кайф просто. Так, следующее. О-о-о, эта соцсеть, наверное, больше к нам никогда не вернется. Инстаграм. У меня раньше было... У меня раньше были инстаграм-аккаунты. Их было полным-полным-полно. Вот. Но теперь инстаграм я уже не веду. Я веду в акам. Но все равно решила сохранить на память. Сначала я хотела, чтобы это был скрипыш. Я хотела сделать, типа, ну, вот эту вот штучку скрипышей. Но у меня это не получилось. Поэтому решила сделать вот обычный инстаграм. Как бы... Вот интересно, как бы назывался скрипыш инстаграм. Инстаграмыш. О, мне кажется, неплохо. Интересно, вот выйдут скрипыши пять. Я вот очень люблю собирать скрипышей. У меня уже целая коллекция образовалась. Ну, там, совместно с бравлами из пятерочки. И каваями. Вот. У меня образовалась уже целая коллекция. И не знаю, будут ли скрипыши пять. Но я очень хочу, чтобы они были. Так. Следующий самодельный антистресс. Это вот такая вот мороженка. Не знаю, почему я выбрала именно мороженку. Но захотела. Да. Она тут вообще уже супер старая. По ней видно, что она очень-очень-очень старая. Так. Вот здесь вот вата торчит. Тут скотч. Я не пожалела. Заклеила так нормально. Тут торчит. Тут вот это вот мне не нравится особо. Ну, и ромбики вы сами можете увидеть. Ну, зато напоминает о лете и о детстве. Как я в детстве делала антистрессы. Антистрессы. Ну, и мнется вроде бы хорошо. Отлично. Мне все равно нравится. Следующая. Следующий антистрессик. Это поп-тупка. При покупке которой я совершила ошибку. Я купила розовый поп-туп. Почему раньше я любила розовый цвет? Если бы я знала, что сейчас розовый цвет меня будет бесить, я бы ни за что на свете не купила бы розовую поп-тупку. Это просто ужас. Ну, зато надо было брать фиолетовую или оранжевую, блин. Вообще. Ну, звук приятный. Главное, действие еще не потеряла свое. Ой, посмотрите, сколько она пережила. Да. Сейчас интересно, продаются или нет. Но в том магазине, в котором я ее покупала, там их уже нету. Я проверяла. Вот так вот. Ну, и это вообще просто имба. 2017 плюс 2021. Совмещение симпла, димпла и спиннера. Это вообще просто пушка. Антистресс, который придумали гении. Вообще просто супер. Мне очень нравится. Интересно, сейчас в магазинах возможно найти спиннеры? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Сейчас их уже даже, наверное, не делают в продажу. Их уже, наверное, не существуют. Уже все забыли о том, что спиннеры бывают. Ну, те, кто купили спиннер симпл, димпл уже, ну, помнят до сих пор, что был когда-то такой тренд, когда все спиннеры покупали. Но этот спиннер купленный на ярмарке. Я на школьной ярмарке ее купила. И тут какие-то, не знаю, цветочки, что ли, про героя какие-то. Ну, он тут человечек какой-то. Ладно, не важно, что тут нарисовано. Главное, что крутится, работает, и все окей. Еще один спиннер симпл, димпл, который поломался, и теперь он, ну, только вот так вот крутится. И теперь его, короче, только вот так же мякать можно. Ну, тут вот уже четко понятно, тут единорожки были. Вот. О, вообще кайф. Вообще просто вау. Вот это вот. Вот такая штука. Хотела сказать сейчас 2000 какой-то там и 2021, потому что я забыла, какого года, в каком году выпустили игру Among Us. Вот вы видели, как далеко все зашло? Я уже даже не помню, когда выпустили игру Among Us. В то время как тогда, когда ее выпустили, все блогеры просто все говорили про эту игру. Все блогеры на своих каналах начали снимать прохождение Among Us в реальной жизни. Ой, я в нее уже не играю тысячу лет. Ну, вот осталось, остался такой антистресс. Симпл Димпл тоже с ярмарки. Вот, капец. Просто помню, что все блогеры, когда выпускалась игра Among Us, ну, точнее, не выпускалась, а уже выпустилась, все снимали просто прохождение ее в реальной жизни. Это такая ностальгия вообще. Помню до сих пор, как я любила такие видео смотреть. И играть, конечно же, тоже. Сколько лет уже прошло, обалдеть. Такая ностальгия сейчас проснулась. Ой, что-то я уже увлеклась, ладно. Так, следующий антистресс. Самый мой первый из 2021-го. Самый первый мой поп-ит. Вот, как же я радовалась, когда я его купила. Просто у всех моих знакомых уже были поп-иты. И все ходили, игрались в поп-иты. А у меня до сих пор его не было. И вот я его купила, наконец-то. О, у меня такое сейчас чувство, как будто бы я разучилась его жмякать. Это просто капец. Вот до чего доводит, ну, тренды. Они сначала популярные-популярные, а потом о них забываешь. Ну, да, всегда так. О, я помню этот прикол, когда вот так вот проводишь, и все пупырки сразу лопаются. Это вообще, эта штука просто имба, вообще. Просто вау. Я еще из этого поп-ита сколько всего пережила тут поп-ит. Я из него делала конфетки, в общем. Ну, вы знаете, вот берешь поп-ит, наливаешь туда газировку, ставишь в морозилку и ждешь. И застывают, получается, конфетки. Ой, это было вообще шикарно. Я их из тархуна делала, из обычного лимонада, и получили просто классные конфетки получились. Надо будет как-нибудь повторить, попробовать на каникулах, наверное, сделать такие конфетки. Вот. Ну, вообще, просто пушка. У меня слов нету. И такой же цветовой гаммы я купила поп-ит единорожку на ярмарке. Вот, точно такая же цветовая гамма. И теперь у меня целых три поп-ита. Вот. Ну, ладно, не будем долго застревать. И еще два поп-ита. Четыре, извиняюсь, да. У меня четыре поп-ита. Вот такой вот поп-ит с сердечком. Это, да, да. Все. Я хотела сказать, что это был последний поп-ит, который я купила, но на самом деле нет. Вот. Это такой вот красивый поп-ит с сердечком. Радушный такой. Классненький. Ох, 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 ох. Очень, очень хорошо лопаются пупырки. Мне вообще просто очень нравится. О, а на этом поп-ите я вообще отрывалась на всю катушку. Я, в общем, ну вот, играла, помню, с этим поп-итом. Вот тут же буквы, цифры обозначены. Я просто вот, ну, по-разному играла. Короче, я и обводила. Типа делала контур. Как-то объяснить, не знаю. С буквами там что-то делала, играла в слова там, вроде бы. Не помню, честно. Но вот такая вот... Вот сейчас я, ребят, вам показываю свои индистрессы. И у меня такая ностальгия проснулась. Я их уже... Они уже сколько лет у меня лежат в тумбочке. И я их не достаю, не пользуюсь ими. А сейчас вот просто сижу перед вами. И вам АСМР... АСМР... Как это слово там? Ну, и вы АСМР слушаете. И я кайфую. Просто, просто вообще... Вообще сейчас бомба. Ой, так, сразу скажу. Я покупала фиолетовую. Вот ведь... Вот я всегда... Вот, ребят, никогда не верьте. Таким автоматом... Вот продаются... Стоят же такие автоматы в продуктовых магазинах, где жевательные резинки продаются. Вот в одном из таких автоматов я купила. И этот, как это называется? Ну, я на ютубе видела такое название. Слышала такое название. Дропит. Вот, я называю это дропитом. Вот. Ну, клеится он плоховато, если только сильно прижать и присоски намочить. Клеится он плоховато. Ну, на браслетик, думаю, подойдет. Нормально так будет. Да. Ну, я сразу скажу. Я роз... Я фиолетовую покупала. Я не знаю, почему. Ну, такой перламутровый стал. Такой перламутровый розовый стал. Фу. Так, ну и давайте покажу, что у меня получилось из-за нитистрессов моих самодельных сегодняшних. Так, вот ВК. Уже новая соцсеть ВК. Новая моя любимая соцсеть. Раньше была... Раньше был Инстаграм. Сейчас уже ВК. Вот. Раньше, когда существовал Инстаграм, я залипала только в Инстаграме. В ВК я не пользовалась. Но тогда я не знала о всех возможностях ВК. Что там много кто сидит. Что там можно новости читать, музыку слушать. Даже это сериалы смотреть. Я свой любимый сериал по ВК видео смотрела. Обалденная вообще приложуха. Капец. И новый логотип Лайка. Сколько я его искала по интернету. И вот нашла наконец-то. Везде вот уже сколько времени стоит уже этот новый логотип Лайка. А в интернете до сих пор картинки старого Лайка. Надо было еще сделать обычное сердечко, которое раньше было. Но мне кажется и так хорошо. Там что-то в старом логотипе цветов больно много. Так, ну и конечно же телега. Куда же без телеги? Ну это вообще же, ребята. Кстати, хочу вам сказать, что у меня есть свой телеграм-канал, который называется Полинчик. Он связан с моим ютуб-аккаунтом Пелис. Я там рассказываю про свою жизнь. Провожу разные опросы. Викторины по советским фильмам. И викторину по своему каналу. Я задаю вопросы по своему каналу. И те, кто смотрит каждое мое видео и пересматривает много-много раз, те отвечают правильно. В общем, там очень круто. Я там записываю очень много видеосообщений, где я там пою, рассказываю вам, как у меня прошел день. В общем, там о моей жизни и о новых роликах. И про этот новый ролик тоже обязательно будет и викторина, и пост в телеграм-канале. Так что обязательно подписывайтесь. Ссылочку на свой телеграм-канал я оставлю в первом комментарии. Обязательно переходите, подписывайтесь. Там очень-очень-очень круто. Там уже целых 187 подписчиков. Давайте добьем, чтобы у нас было столько же подписчиков, сколько и на ютубе. Так, ребят. Еще два последних самодельных антистресса, которые я вам хочу показать. Вы когда-нибудь вешали антистрессы на елку? Вот хочу у вас спросить. Вы когда-нибудь украшали антистрессами свою новогоднюю елку? Я, да. Это антистрессы новогодние шарики. У меня была... У меня вот... Какого года это было? 2020-2021, я точно не помню. Я решила сделать антистресс, который можно будет повесить мне на елку. То есть новогодний шарик антистресс. Вот. И я уже все. У меня сразу уже был продуман дизайн. Я тогда... Я обожала просто Союзмультфильм. И сделала шарик с надписью Союзмультфильм. Вот. Здесь приклеила нитку. Тут... Ой, тут пришлось на одну повозиться. Тут я использовала суперклей. Приклеивала бумагу еще. Потом скотчем заклеила. Короче, теперь эта нитка прочная, припрочная, намертво приклеенная просто. Получилось очень классно. И у меня даже появилась идея сделать на этот Новый год новогодний шарик антистресс с надписью Мосфильм. Ой. Это вообще... Это просто... Это будет мой самый любимый шарик. Вот этот шарик и тот, который я сделаю, это будут самые просто лучшие шарики. Реально, Союзмультфильм и Мосфильм. Просто вау. Все. Надо оставить на заметку. Обязательно сделаю такое видео, как я буду делать этот новогодний шарик. Ну и вот такой. Это вот уже новенький шарик на 2023 год. Вот такой вот миленький зайчик. Такого миленького зайчика в шапочке я нарисовала. И 2023. Ну, а сделала стандартный дизайн. Желтый с розовым. Верхушечку оставила белым. И чтобы не делать нитку, потому что у меня тогда не получилось сделать нитку, приклеить нитку, я сделала просто на скрепку. Разогнула ее. И вот теперь можно повесить. Даже можно вот так вот сделать, чтобы на более толстую ветку повесить. И все. И висит, радует глаз. Так вот сидишь в кресле, рядом с тобой шарик антистресс, пожмякал, успокоился. Посмотрел на красивый дизайн. Ну, зайчик очень миленький получился, согласитесь, ребята. Тут, конечно, небольшие внятины от скотча. Неровный я скотч приклеила. Ну, меня это не сильно волнует. Шарик старый уже, я его в прошлом году делала. Вот. Ну, получилось очень просто, замечательно. Зайка такой миленький вышел. Здорово вообще. Ну что же, ребята. Вот и подошло к концу видео, как я делаю новые антистрессы для всей моей коллекции. И подробный обзор я тоже вам провела. Надеюсь, вам понравилось сам процесс делания антистрессов, как я делаю. И сама коллекция их вот, история, как я их покупала, как я их делала. Особенно новогодние шарики. Вот обязательно на этот Новый год сделаю новогодний антистресс-шарик Мосфильм. Вот, Союзмультфильм уже есть. Теперь не хватает только Мосфильма, потому что я сейчас подсела на советские фильмы. Ну, не подсела, я их очень люблю. Очень люблю советские фильмы. И Союзмультфильм я раньше любила. Вот, и сейчас люблю. Советские мультики тоже классные. Вот, и не хватает, конечно же, Мосфильм. Но это все будет. Будет зимой, перед Новым годом. Вот. Ну, а пока я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за просмотр, что были сегодня со мной. Желаю вам хорошего настроения. И всем чеш-пыш. До встречи в новых роликах.